я к сожалению не могу проповедовать по-армянски но знаете мы вас очень любим вы такая особенная церковь большое спасибо пастор Рубен за приглашение мы себя чувствуем прямо как дома такое хорошее Божье присутствие здесь поэтому я думаю так здорово вместе служить Господу аминь аминь слава Богу меня сегодня хорошая послание ясно лав хоскан аминь благая вещь бари а ведь иисус однажды сказал иисусом янкам ассад дух Господин на мне и ручок и не вера ибо он помазал меня ойтен айн зоцелы благовествовать нищим порпеси калузем ахкат нерезал меня исцелять сокрушенных сердцем порпеси хоков чэн швастнерин халузем а также жишки измученных на свободу и в арч 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 арвонерин азата грэм про вас гласить юбилейный год и в хобеля нитарин халузем и я верю что тот же самый иисус сейчас здесь и весь хаватумен бороя дну иисус и на что бы нас исцелить порпеси мэз бжешки разбить всякие оковы в нашей жизни порпеси капанкнеры канди амэн тесаки и мерки анки чтобы мы пережили юбилей порпеси мэн кэл айт хобеля на вера брэн киралет давайте мы помолимся и кэкалу тэн киралет и попросим чтобы господь говорил нашему сердцу и в хантрым гортэрэх хосимэр сэртэр и отец благодарим тебя хайр шнуракален кэз за то что ты здесь духом святым мы просим дай нам откровение сегодня не просто знание или информацию но откровение дай нам духа премудрости откровение чтобы мы познали тебя открой наши духовные глаза чтобы мы узнали в чем состоит надежда твоего призвания какое богатство славного наследства для нас и как безмерно величие могущество твое в нас верующих во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Слава Господу Аллалуя Знаете, я хочу взять местописание это Евангелие от Матфея 6 глава 31 стих это всем известная Нагорная проповедь но несмотря на то, что это 2000 лет назад написано это современное антикризисное послание Иисуса Христа Вы знаете, в нашей жизни так или иначе бывают кризисы Современные экономисты говорят о грядущем кризисе и многие начинают бояться вы знаете, когда экономика чувствует себя хорошо тогда люди не боятся и не переживают есть работа, есть доход но когда люди остаются без работы потому что закрылись предприятия потому что банкротство тогда они начинают беспокоиться и вот тогда они начинают говорить что будем есть, что будем пить, во что одеваться где взять деньги Иисус сказал не беспокойтесь не будьте в страхе не будьте озабочены вместе с этим миром и не говорите об этом слух потому что смерть и жизнь во власти нашего языка Далее он сказал потому что всего этого ищут язычники и кто такие язычники? Это просто люди этого мира как Библия говорит они не в завете с Богом вы знаете, что израильский народ в завете с Богом по закону Моисея мы с вами когда обратились ко Христу мы в новом завете с Богом завет это договор по завету то Бог поклялся быть нашим спасителем быть нашим целителем и тем, кто будет нас обеспечивать он стал нашим папой язычники это те люди которые сироты у них нет отца у них нет папы и теперь сирота если он о себе не позаботится о нем никто не позаботится у него нет покровителя поэтому ему приходится рассчитывать только на самого себя на свои руки на свою способность образование теперь вопрос что хотят люди этого мира то есть хорошие обычные нормальные люди как вы думаете? ну первое хороший дом согласны? хорошая одежда хорошая машина хорошая пища хорошее образование детям и так далее теперь Иисус говорит дальше Отец ваш Небесный знает что в этом вы имеете нужду Иисус не сказал О, вы христиане должны вести аскетический образ жизни Посмотрите на Диогена он жил в бочке и так же жил не считая это не библейская идея Иисус сказал люди этого мира ищут хороших вещей хорошей жизни но у вас есть Небесный Отец который знает что вы в этом во всем имеете нужду люди этого мира пытаются сами по себе этого достичь естественным образом но у вас есть Небесный Отец который способен вас обеспечить на сколько он способен чуть выше Иисус говорит про Лилии и про Соломона если вы помните И фактически Иисус который не преувеличивает он говорит абсолютную истину Он сказал что Бог может обеспечить нас лучше чем даже Соломона во всем его богатстве Соломона имел огромное богатство что Бог и мы можем сказать это невозможно Мы сегодня с Натальей слушали одну проповедь. И проповедь дни говорила о величии Бога. Вы знаете, вселенная настолько огромная, что самая-самая ближайшая звезда, наша соседка, Альфа Центавра. Вы хотите лететь самолетом до нее? Это возьмет миллион лет. Это ближайшее. Есть планеты, которые целиком из бриллиантов, есть планеты, которые дождь из рубинов. Да и мы с вами направляемся в тот город, который размером 2000 с лишним километров и на 2000. Огромный город. И там все улицы из золотой, а стены из драга ценных камней. Для Бога это абсолютно не проблема. Бог может нас обеспечить. Вопрос, Бог хочет нас обеспечить. Давайте голосуем. Бог хочет. Ты хочешь? Ты уязвим. Аллилуйя. Вопрос, кто мешает? Харц, я рачал. Единственное, что Иисус сказал там. Единственное препятствие. Это не вопрос, в какой стране ты живешь. И с какой семьи ты вышел. Какой у тебя доход. Единственное, он сказал, маловерие. А это хорошая новость. Потому что вера приходит. И вера приходит от Слова Божьего. Если мы с вами наполняемся Словом Божьим. Откровение поднимается в нашем сердце. И тогда поднимается вера. И тогда способность принимать этот Бог у нас возрастает. Вот почему Иисус сказал. Не будьте, как люди этого мира. Они предоставят только нас иметь себя. Они живут в естественном. Мы, Божьи дети. Мы, граждане Божьего царства. Мы, граждане по-другому, подвластите. Мы переместим. Мы. Мы, граждане Божьем царства. Некоторые из вас приехали из других стран. Я казались здесь, в США. Представьте, если бы вы продолжали жить по законам своей прежней страны. Были бы вы успешны У многих были бы проблемы Потому что там были другие законы Поэтому когда мы оказались в этой стране Нужно узнать, а здесь какие законы? Какая здесь культура, как все устроено? Вот что обозначает Матфея 6.33, который вы знаете наизусть Ищите прежде Царство Божьего И его праведности Ищите только Царство Божьего И это значит Мы стали гражданами Царства Божьего И мы должны узнать Как мы должны действовать в этом Царстве? Потому что когда мы узнаем И начнем действовать по принципам и законам Царства Божьего И в том числе, что люди этого мира ищут, нам приложится Потому что мы не только будем естественным образом трудиться Но тогда Божья сила будет действовать в нашей жизни Сверх естественно Я бы хотел привести хороший пример Писание говорит про Авраама, что он был другом Бога Он первый получил праведность по вере Поэтому Авраам это не человек Ветхого Завета Авраам это прообраз верующих Нового Завета Он ходил верой Ну и он жил задолго до закона Авраам узнал принципы Царства Божьего До 75 лет он был обычным человеком И он жил среди своих родственников Он не был богатым Просто средний уровень Бог приходит к нему Авраам пойдем за мной Выходи из привычного окружения Следуй за мной И я благословлю тебя Авраам пошел Знаете, порой он делал ошибки Помните, там проблема Сарая была Пришел в Египет Подставил Сару Но Бог действовал в его жизни Уже буквально в следующей главе Бытие 13 глава мы читаем Второй стих И был Авраам очень богат Скотом, серебром и золотом Представьте, он Только последовал за Богом Он послушался Бога И начало действовать благословение Которое произвело богатство То из вас знает, что Авраам Это первый еврей Только появляется первый еврей И тут же первый еврей И тут же первый еврей И тут же первый еврей Олигарх Абраам Абрамович Рабинович И вы можете посмотреть, как На еврейском народе действует И проявляется благословение Потому что они потомки Авраама И чтобы мы знали точно, что это не естественная способность Авраама А что это сверхъестественная сила Это благословение Господня Посмотрите, Бытие 24-35 Прошло несколько десятилетий Как Авраам вышел от своих родственников Они остались на прежнем уровне В жизни ничего не поменялось Но слуга Авраама Рассказывает про Авраама Что с ним произошло Господь весьма благословил моего господина Он сделался великим Бог дал ему овец, валов, серебро, золото и так далее И так что мы видим здесь Настоящая сила Божья Благословение Господня Которая проявляется в жизни Авраама Сделал его великим Ну то есть влиятельным Известным И очень богатым Кто помнит, что производит Или делает благословение Господня Причи 10-22 Благословение Господня Оно обогащает Оно обогащает Оно делает богатым Благословение Господня Понимаете Некоторые христиане Став гражданами Божьего Царства Продолжают жить по законам этого мира И им сложно Они не смогут пробиться Потому что мир против них Но если мы граждане Царства Божьем Здесь есть мощная движущая сила Это как ветер в наши паруса Которые будет нам помогать и продвигать нас Это благословение Господня Оно обогащает И оно не приносит печали И вот эта сила пришла на Авраама И оно начало его проявлять И кто-то скажет Авраам жил 4000 лет назад Нам то что до этого Кто здесь верит в Иисуса Христа Я вас поздравляю Библия говорит Галатом 3.13 Христос искупил нас От проклятия законы Весь мир находится в азле Под проклятием В болезниях, в нищите и в долгах И не большая кучка людей Которые супер богаты И потому что Сатана Однажды сказал Христу Все это принадлежит мне И я Кому хочу тому доею А мы христиане Мы его враги Поэтому он прилагает все усилия Чтобы не допустить нам богатства Но когда мы действуем по принципам царства Когда мы понимаем с вами Что Христос нас искупил От болезни, от долгов, от нищеты Мы перемещены в Божьем И там благословение Господне Принадлежит нам То же самое благословение Та же самая сверхъестественная сила Которая Авраама сделала богатым Сейчас она над каждым из нас Вот каждый, кто сидит в этом зале Если ты во Христое Если ты во Христое Не надо тобой это божественная сила Посмотри над своим соседом Видишь такая сияющая Пирломутровая, блестящая аура Не видишь, да? Чест, теснуем? Ну это потому, что наши духовные глаза должны быть открыты Физическими глазами мы это не увидим с вами Но оно там есть Бояц, да айн теге Оно есть Да ка Еще одно местописание я хочу показать Ми тегел дай Галатам 3.29 А если вы принадлежите Христоу Кто здесь принадлежит Христоу? Хо ве айстох Христосина? Аллилуйя! Слава Богу! То вы и есть потомки Авраама И наследники Божьего обещания Та же самая сила Та же самая благословение Которая Авраама сделала очень богатым Эта же сила над тобой сейчас Брат, ну что-то я не вижу проявления Итак, юридически оно над нами есть Де юре Но де факто оно пока еще не проявилось Оно есть над нами потенциально Что же сделать, чтобы оно из де юре стало де факто? Как заставить его проявиться? Галатам 3.9 Поэтому те, кто верит Не просто называется христианами Поэтому те, кто верит Получают благословение вместе с верующим Авраамом Как можно получать благословение вместе с Авраамом Если он жил 4 тысячи лет назад? Давайте вспомним Авраам Отец всех верующих Он пример Он прообраз Поэтому то, что здесь говорится Если мы будем верить Так же, как верил Авраам Если мы будем смотреть на его жизнь И поступать как он поступал То благословение, которое было над ним Проявится в нашей жизни Аминь Хорошо, а как поступал Авраам? Если вы обратите внимание Он всегда предпочитал духовный выбор Он всегда возлагал упование на Бога Он не был жадным и корыстным человеком Когда они поссорились с Лотом Он отступил Сказал, Лот, выбирай Он имел право по старшинству Взять самую лучшую землю Но он делает шаг назад Потому что он все доверил Господу Лот водил со своими естественными глазами И он взял самую цветущую землю Но когда Лот отделился Бог сказал Аврааму Теперь пусть твои глаза будут открыты Посмотри повсюду Вся эта земля принадлежит тебе И твоим потомкам Аминь Когда Авраам победил 4 армии царей С маленьким отрядом Мы видим Божью помощь Содомский царь пришел И говорит, возьми все богатство И это богатство целого царства Только людей мне оставь Ну прямо как сатана Сатана Я дам тебе большой бизнес Дам много денег Только не думай о людях А оставь мне людей Абраам сказал Даже нитки от тебя не возьму Тут подходит Мелхиседек Он был превосвященник Абраам Отдает ему 10-ю часть Своих богатств Считает для себя более ценным И более важным Получить благословение От священника Что бы мы сделали Здесь богатство Миллионы долларов А здесь благословение Священника Он говорит, нет, нет Нитки не возьму Чтобы кто-то не сказал Я богатила в раме Говорит, есть повсемагущий Которого я упаваю Которого я принимаю благословение Он сделает меня богатым И он отдает эту десятину Чтобы благословение Господне проявлялось В его жизни И был очень мощный Самый такой Самый трудный экзамен В его жизни Вы помните бытие 22 Бог приходит и говорит Авраму Отдай свою сыну в жертву И Аврам слушается Он идет три дня И в его разуме Исаак уже был мертвый И Аврам верил Что бог способен Воскресить его из мертвых Исааку не было 10 или 15 лет Мы по-руссмотрим мультики или фильмы Где здоровый папа Аврам И был маленького ребенка Исаака Иврейские предания говорят, что Исааку было 37 лет Авраму 137 Кто кого бы положил на жертвенник Поэтому Исаак добровольно шел И он был возложен на той горе Где через 2000 лет Иисус Христос Исус Христос Это был пророческий образ И вот Аврам берет кинжал И он готов это сделать И я верю что вся вселенная И весь духовный мир Замир в ожидании Ивеса власть Исус Христос Исус Христос Исус Христос Исус Христос Ашристос А ангелы смотрили Ив найомен Хрештат Бог уже знал его решение Из любви к Богу На основании Завета с Богом Он отдал своего любимого сына Это позволило Богу через 2000 лет На основании Завета Отдать своего любимого сына Ради нас с вами Аминь И в этот момент Слава Богу И в этот момент Бог говорит Теперь я знаю Что ты боишься Господа Так как ты сделал это дело И не пожалел В чем проявилась вера Аврама? Бог ему не сказал О Аврам Ты знаешь все доктринные наизусть Ты будешь доктором теологии Ты знаешь все праздники Все обряды Вообще не так В чем была его вера? Он знал Бога Он слышал то, что Бог ему говорит И он сделал то, что Бог сказал Когда мы смотрим на его жизнь Если Бог нам говорит что-то И когда мы делаем И не жалеем Мы делаем это вместе с Аврамом И Бог говорит И Бог говорит ему Прошло четыре тысячи лет Это же благословение Теперь над нами Не сократилось Не состарилось Не уменьшилось То же самое Без ограничений И если мы с вами будем верить в Завет Как верил Аврам То, о чем Иисус говорит ученикам Не будьте как люди этого мира Они без Завета У них нет покровителя Он говорит Вы в Завете с Богом У вас есть Отец Который может вас обеспечить Поэтому изучайте Царство Божие Это все вам приложится Если мы будем верить в Завет Божий Если мы будем применять принципы Царства Как применял Аврам То благословение Господне Будет так же проявляться в нашей жизни Это принципы Знаете, даже вопрос с десятиной Который Аврам приносил Я так удивляюсь Что в современном христианстве Многие люди не верят В приношении десятин Многие сразу начинают возмущаться О, брат Это Ветхий Завет Это закон Мы не под законом Мы по благодати Один пастор сказал Хорошо, если ты веришь Что десятина это закон То, когда ты даешь Меньше десятины Это беззаконие Когда даешь больше десятины Это благодать Аминь Давайте взглянем То, что было с Аврамом Причем Аврам это сделал За шестьсот лет До закона Это та самая встреча Аврама С Мелхиседеком Бытие четырнадцать двадцать Итак, пришел Мелхиседек Он принес хлеб и вино Что такое хлеб и вино? Как вы думаете? Мы с вами делаем вечерю Господню Провозглашая завет с Богом Мелхиседек Принес завет Аврам дает ему десятую часть Мелхиседек благословляет Аврама Для того, чтобы благословение Все больше и больше Проявлялось в его жизни И кто-то говорил, что Аврам Это сделал только один раз Это записано в Библии один раз Давайте посмотрим на его внука Яков Бытие двадцать восемь двадцать два Яков сказал Из всего Божия, что ты даруешь мне Я дам тебе десятую часть Бытие двадцать восемь двадцать два Прочитаем там То есть мы видим, что Яков Давал десятину постоянно Откуда он научился? Он научился своего папа Исаака Исаак, у кого научился? У своего папа Аврама А Бог называет себя Я Бог Аврама, Исаака, Якова И все эти трое давали десятины Задолго до закона Потому что десятина Это не вопрос денег Это не просто налог церковный Десятина это принцип царства Божьего Это заповедь послушания Второзакония 28 Господь говорит Если вы будете меня слушать На вас придут благословения И некоторые люди говорят Мы по благодати Господь, все мое Твое Господь говорит Начнем с десяти процентов О, не, 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 Господь, нет Но Богу нужен минимальный Какой-то минимум На основании которого Он увидит наше послушание Если мы ему послушные Тогда божественная сила Приобретать богатство Начинает действовать А если не послушные Мы будем жить В естественном Как люди этого мира Это был настолько Мощный принцип Что Бог включает Его в закон И книга Левит 27 30 Всякая десятина На земле Принадлежит Господу Что значит Десятина Принадлежит Господу Это значит Что 10 процентов Нашего дохода Является частной Собственностью Господа Бога Всемогущего Бог не изменяется С чего мы взяли Что если в ветхом завете Бог сказал Это моя собственность Потом наступил Новый завет И кто-то сказал Это уже не собственность его То есть здесь Это ему принадлежит Это святыня Господня А в новом завете Уже не принадлежит Это уже не святыня Господня Бог не человек Он не меняется Поэтому то Что важно понимать Десятина Принадлежит Господу Это его собственность И он называет это Святыней Что такое святыня Что такое святыня Святыня это не просто Знаете Какие-то образы Иконы Или чьи-то мертвые кости Святыня буквально обозначает То, что отделено для Господа Мы с вами народ святой Взятый в удел Что значит святой Кто-то скажет Ну брат, я не такой уж и святой Это не вопрос твоего поведения Это обозначает то Что Бог взял нас От этого греховного мира Омыл нас кровью Христа Отделил для себя Чтобы возвещать совершенство Вот поэтому мы народ святой Мы отделены для Бога Так же Господь говорит Десятая часть нашего дохода Святыня Отделено для служения Это Бог отделил Если мы смотрим Малахи 3 главу В 6 стихе Господь говорит Я не меняюсь И потом говорит народу Вы народ израильский Вы меня не слушаетесь Вы, которые должны были Жить в благословении Живете в проклятии Не потому что я изменился Я тот же самый Я заключил с вами завет Над вами благословение Авраама Но вы меня не слушаетесь Вы удерживаете десятины И приношения Вы обкрадываете меня Богу наши деньги не нужны Скажи своему соседу Твои деньги Богу не нужны Вы знаете В русской Библии звучит так Проклятием вы прокляты Выглядит так Как будто Бог разгневался Как будто небесный бюджет Трещит по швам Потому что народ Десятины не дает Ангелам 6 месяцев Зарплату не дают Да будьте вы прокляты Совсем другое Господь благословляющий Он неизменный Он говорит Вы меня обкрадываете Обкрадываете мою Божественную силу И способность Вас благословить Потому что вы боитесь Потому что для вас Деньги там амона И из-за этого вы боитесь Их отдать И таким образом Вы обкрадываете себя Господи что делать Принесите десятины В дом Божий Принесите десятины Куда В дом Божий В дом Божий Ну брат в Библии Написано Десятины отдай Сиротам Пришельцам Вдовам Люди совершенно Не понимают О чем идет речь Христиане Сражаются Из-за десяти процентов В то время Как евреи Давали Три десятины Одна шла В храм В дом Божий Другая Они сохраняли Для себя Чтобы трижды В год Идти в Иерусалим И радоваться И веселиться И еще одна Десятина Которая Собиралась Раз в три года Это десятина Благотворительности Которая Ишла Сиротам Пришельцам И вдовам А плюс еще Постоянные Приношения Жертвы Всесожжения Евреи отдавали Более Тридцати Процентов И вы видите Это благословенный Народ Христиане Сражаются Из-за десяти И живут Как живет Этот мир Таких же Долгах Такой же Нищете Господь Говорит Принесите Десятины В дом Божий Это отделено Для Господа На служение Чтобы Царство Божие Распространялось Но есть Один момент Я уже Более 23 лет Везде Проповедую Библейской Экономике Это мое Призвание Господь Помазал Мне В этой Сфере И люди Подходили И спрашивали Говорит Пастор Я много лет Отдаю Десятины И ничего Не меняется Почему Я начал Спрашивать У Господа И был Очень простой Ответ Все Что Не поверит Грех Человек Приходит В церковь Ему говорят Ты должен Давать Десятины Ну Должен Так Должен И Из Долга Не поверит Из Долга Он Начинает Давать И для Него Это Просто Очередной Налог Другие Прочитали В Библии Проклят Чем Вы Прокляты Все Все Господь Хорошо Отдам Дестины Они Дают Из Страха И Только В том Случае Когда Лично Я Сам Убедился Из Писания Если Я Верю Что Это Принцип Царства Божьего И Когда Я Из Веры Из Откровения Приношу Мою Десятину Вот Тогда Проявляется Тогда Небеса Открываются Тогда Благословение Изливается До Из Благословение Господне Что Делает Оно Обогащает И Печали Собой Не Приносит Что Значит Открытое Небо Это Когда Мы С Вами Способны Видеть Невидимое Когда Не Просто Информация Из Этого Мира А Когда Мы Получаем Сверх Естественное Знание Возможно Весь Мир Пойдет В Этом Направлении Но Бог Открывает Тебе Ты Иди В Этом Направлении Начинай Этот Бизнес Но Господь Все Эксперты Говорят Что Это Не Сработает Бог Знает Что Будет Завтра Он Знает К чему Ты Призван Какие У Тебя Дары Он Откроет Тебе Ты Пойдешь В Этом Направлении Все Вокруг Разорятся А Ты Будешь Иметь Успех Изобретение Новые Открытые Двери Новые Возможности Когда Бог Будет Тебя Вести Когда Ты Будешь Способен Слышать То Что Никто Никто Не Слышит Когда Ты Будешь Видеть То Что Никто Не Видит Помните историю Когда Сам Самарийском Городе Находился Елисей Этот Город Был Окружен И Вот Гези Прибегает И Говорит Увы Мой Господин Или По-еврейски Ой Вей Мы Мы Окружены Что Делать Он Смотрел Своими Обычными Глазами И Они Ему Говорили Выхода Нет Мы Погибнем А Пророк Спокоен И Вдруг Говорит Такую Фразу Не Бой Потому Что Тех Кто С Нами Больше Чем Те Кто С Ними Гези В этот Момент Что Заподозрил Наверное Пророк Он С Как Нас Больше Когда Там Целая Армия И В этот Момент Или С Говорит Господи Открой Ему Глаза Как Глазами Смотрел Гези Это Были Его Обычные Глаза Если Мы С Вами Смотрим На Наши Обстоятельства Нашими Обычными Глазами Это Приведет Нас В Страх И Нам Будет Казаться Что Нет Выхода Что Все Ужасно Осада Со Всех Сторон Но Когда Бог Открывает Глаза Мы Начинаем Видеть По Другому И Гези Увидела Что Божья Армия Армия Ангелов Окружила Елисея И Ему Больше Не Надо Бояться Потому Что Тех Кто С Елисеем С Пророком Больше Поэтому Когда Мы Ходим Под Открытым Небом Мы Будем С Вами Видеть По Другому Мы Получаем Информацию Другую И Ветер Будет Дуть В Наши Паруса И Откроются Такие Двери Которые Раньше Были Закрыты И Господь Говорит Я Запрещу Пожирающим В Этом мире Столько Пожирающих Которые Пытаются Украсть У тебя Деньги Господь Говорит Я Становлю Это Виноградная Лазанья Лишится Плодов Твой Труд Твой Бизнес Будет Приносить Тебе Плоды И Никто Это Не Украдет И Малахий 3 12 Это Потрясающее Местописание Давайте Мы Прочитаем Смотрите Блаженными Называть Будут Вас Все Народы Потому Что Вы Будете Землей Вожделенную Блаженными Это Не То Как Сейчас Называют Я Не Знаю Как Это Звучит По Армянски По Русски Обычно Так Блаженны Это Немножко Такой Блаженны Блаженны Обозначает Благословенны То Наделенный Силой Процветания Умножения Благословения Господне Которое Богащает И Печали Не Приносит Еще одно Значение Счастлив А еще одно Значение Достоин Зависти То То есть Люди Этого Мира Будут Смотреть На Тебя И Завидовать Тебе И Народ Божий Станет Вожделенным Люди Захотят Идти Туда Почему? Потому Народ Народ Божий Послушен Богу Его Принципом Я хочу Прочитать Две Цитаты Известных Инвесторов Знаете То Что Меня Удивляет Люди Этого Мира Изучают Успех Друг 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 Берут Принципы Которые Работают Обучают Других Людей Даже Порой Не Зная Откуда Они Работают Джан Темплтон Крупнейший Инвестор Он Сказал Что Не Встречал В Своей Жизни Ни Одного Человека Который Давал Бы 10% От Всех Своих Заработков На Благотворительность И Не Стал Бы Очень Богатым Человеком Бодо Шефер Известная Книга Миллион За Семь Лет Друзья Это Светские Люди Удивительно Но У Людей Жертвующих Десятой Частью Дохода Никогда Нет Денежных Проблем А Они Не Просто Счастливее Со своими Деньгами Но Деньг Больше Как Получается Что У Того Кто Регулярно Отдает 10% Доходов В Итоге Значительно Больше Денег Чем У Тех Кто Сохраняет С 100% Для Себя Как Могут Оказаться 90% Больше Чем 100 Речь идет Здесь О Феномене Которому Нет Научного Объяснения И я Не уверен Что Чисто Логически Это Вообще Объяснимо Что Они Говорят Понятия Не имеем Откуда Работает Люди Читают Что Работает Работает Будем Делать В Церкви Христианам Пастор Рассказывает Божий Народ Бог Сказал Принесите Десятины Небеса Откроются А Не знаю Будет Работать Не будет Работать Надо Не надо Закон Или Благодать И Получается Парадокс Верующие Не верят Они Верующие Верят Принцип Божьего Царства Который Дан Народу Завета Универсальный Принцип Успеха Люди Этого Мира Применяют И у них Работают Это Наш Принцип Это Наша Заповедь Это Бог Дал Нам Чтобы Небеса Были Открыты Над Нами Во Имя Иисуса В Новом Завете Послание К Евреям Кто-то Сказал Говорит Что В Новом Завете Ничего Не Сказано Про Дестины Иисус Иисус Дважды В Двух Евангелиях Об Этого Сказал Но Посланник Евреям Об Этого Рассказывает Очень Сильно А Евреям Шестая Глава Двадцатый Стих Говорит О том Что Иисус Теперь Первосвященник Нового Завета Почину Мелхиседека Евреям Седьмая Глава Первый Стих Говорит О том Что Мелхиседек Это Четкий Ясный Прообраз Сына Божьего Иисуса Христа Давайте Прочитаем Послание К Евреям Седьмая Глава Шестой Стих Мелхиседек Принял Десятину Авраама И Благословил Его Уже Имевшего Обещание От Бога Итак Что Мы Видим Авраам Который Является Примером И Образцом Для Всех Верующих Фактически Он Первый Получил Праведность По Вере Он Представитель Верующих Нового Завета Он Встречается С Мелхиседек Который Является Прообразом Господа Иисуса Христа Первосвященником Нового Завета Потому Что Поменялся Завет Поменялось Священство И Теперь Смотрите То Что Здесь Написано Авраам Дает Десятину Первосвященнику Мелхиседек Что Он Делает В Ответ Благословляет То есть Иными словами Он Высвобождает Благословение Господне Авраам Уже Имел Обещание Обетование От Господа Мы С Вами Все Имеем Обетование От Бога Апостол Павел Говорит Что В Иисусе Христе Все Обетования Для Нас Да И В Иисусе Аминь Вы Можете Взять Все Обетования Хорошие Добрые Обетования Ветхого Завета Нового Завета Все Это Для Нас Мы Уже Их Имеем Но Они Не Проявились У Авраама Они Также Не Проявились И Бог Посылает Первосвященника Мелхиседека И Когда Авраам Дает Десятину Он Запускает В действии Небесный Механизм Потому Первосвященник Мехиседека Высвобождает Благословение Десятина Это Не Налог Это Не Вопрос Денег Это Ключ Который Запускает Благословение Мы Отделяем Эти Деньги Наши Десятинные Приношения И Мы Заявляем Перед Всем Духовным Миром Деньги Не Являемся Нашей Мамоной Мы Не Опираемся На Эти Деньги То Что Мы Могли Б Потратить На Себя Мы Отделяем От Себя И Отдаем Нашему Первосвященнику Господу Иисусу Христу Потому Что Мы Заявляем Что Уповаем На Господа Полагаемся На Господа И Иисус Источник Нашей Жизни Он Источник Обеспечения Не Наши Руки Не Этот Мир Не Деньги И Иисус Источник И Когда Мы Так Делаем Первосвященник Нового Завета По Чину Мелхиседека Так же Как Он Благословил Авраама Он Благословляет Нас Небеса Открываются Благословение Проявляется Ветер Дует В Наши Паруса Чтобы Сверхъестественное Действие Проявлялось И Приходит Успех Новые Откровения Новые Возможности Аминь Далее Восьмой Стих Посмотрите Пожалуйста И Здесь На Земле Десятины Берут Человеки Смертные А Там В Небесах Десятины Принимает Имеющие О Себе Свидетельство Что Он Живет Вечно То есть Здесь Очень Ясно Сказано Что Вечно Живущий Первосвященник Принимает Десятины Сейчас Но Там Есть Очень Интересный Момент Вы Знаете Что Вся Наличка От Пожертвований И От Десятин Остается Здесь На Земле Что Ж Тогда Получает Иисус Человек К примеру Отдает Сто Долларов Но Сто Долларов Остаются Здесь Что К Иисусу Приходит Что Он Принимает И Если Человек Отдает С Раздражением Опять Надо Давать Десятин Наличка Осталось Здесь А Иисус Получил Опять Надо Давать Десятин Или Человек Господь Только Не Приклиняй Меня Отдаю Тебе Наличка Осталась Здесь А Иисус Получил Страх Вот Поэтому Так Здорово Когда Вы Здесь Молились И Когда Вы В Благоговении Поклонялись Господу Потому Что Наличка Остается Здесь Но Иисус Принимает Веру Откровение Благодарность И Когда Он Это Принимает Вот Тогда Извивается Благословение Вот Тогда Небеса Открываются И Благословение Господне Обогащает И Печали Собой Не Приносит Последнее Место Писания 2 Коринфян 9 7 Каждый Уделяет По Расположению Сердца Не С Огорчением И Не С Принуждением И Доброход Надающего Любит Бог Теперь Мы Понимаем Почему Потому Что Он Принимает Наши Желания Нашу Веру Наши Откровения Восьмой Стих Я Прочитаю Современного Перевода Бог Может Безгранично Умножить Вас Благодать Чтобы У вас Всегда Было Всего В Изобилии Недостатка Недостатка И Тогда Следующий Момент Чтобы Мы Были Богатыми На Всякое Доброе Дело Итак Это Божье Желание Это В Библии Уже Две Тысячи Лет Это То Что Бог Хочет Возлюбленный Молит Чтобы Ты Здравств И Преуспевал Во всем Бог Не Хочет Чтобы Мы Нуждались В Помощи И Поддержке Других Он Хочет Чтобы Мы Научились Принципам И Чтобы Мы Были Самодостаточными И Наоборот Помогали Другим Смотрите Десятый Стих Дающий Семя Сеющему И Хлев Пищу Даст Обилие По Сейному Вами Знаете Некоторые Христиане Страдают Птичьим Синдромом Птичьим Что Делают Птицы Когда Они Находят Семя Вы Видели Хоть Одну Ворону Которая Посеяла Семя Птицы Семя Съедают Они Не Сеют Поэтому Они Не Жнут Поэтому Не Собирают Жатву Господь Сказал Вы Гораздо Лучше Чем Птицы Потому Что Вы Берете Семя И Сеете Его И Мы Должны Им Мудрость Каждый Раз Когда Получаем Доход Там Есть Семя Чтобы Посеять И Там Есть Хлеб В Пищу Если Мы Съели Хлеб И Семя У Нас Не Будет Жатвы Но Когда Мы Им Мудрость Чтобы Посеять Семя Сказано Бог Дает Обилие Посеянному Нами Умножает Плоды Наши Праведности 11 Вы Станете Так Бог Богаты Это Не Просперити Не Евангелие Процветания Плохой В смысле Которую Как Называют Его Это То Что В Библии 2000 Лет Это Евангелие Иисуса Христа Это Евангелие Царства Вы Станете Так Богаты Что Сможете Щедро Помогать Всегда И За Вашу Щедрость Люди Будут Благодарить Бога Давайте Мы Встанем Сейчас Я Верю Что Божье Помазание Божьей Силы Сейчас Здесь На этом Месте Я Верю Что Над Этой Церковью Небеса Открыты И Дух Святой Сейчас Действует И Двигается На этом месте Давайте Предстанем Пред Господом Его Помазание Отпустить Измученных На Свободу Разбить Всякие Оковы И Провозгласить Юбилейный Год В Израиле Юбилей Был Один Раз Пятьдесят Лет Это Было Мощное Действие Освобождение От Рабства Когда Звучал Звук Юбилейной Трубы Все Кто Были В Долгах И В Рабстве При Звуке Этой Трубы Получали Свободу Знаете Иисус Сказал Теперь Я Ваш Юбилей Там Где Иисус Там Юбилей Это Обозначает Что Если Мы Верим Его Силу Если Мы Принимаем Его Силу Приходит Божественная Способность И Мудрость От Бога Чтобы Над Нами Была Сломана Власть Долгов И Кредитов Чтобы Мы С Вами Получили Способность Быстро Рассчитаться С Ними И Может Даже В Некоторых Случаях Будут Аннулированы Долги Поэтому Прямо Сейчас Будем Молиться Об Это Чтобы Его Сила Его Помазание Текло В Нашу Жизнь Давайте Поднимем Свои Руки Перед Господом Небесный Отец Поклоняемся Тебе Благодарим Тебя За то Что Иисус Сейчас Здесь Иисус Который Помазан Отпустить Измученных На Свободу Провозгласить Юбилейный Год Во имя Иисуса Христа Мы Принимаем Помазание Юбилея Именем Иисуса Всякий Дух Недостатка Мы Связываем Тебя Сейчас И Мы Разбиваем Рабство Долгов И Кредитов Во Имя Иисуса Христа Пусть Божья Сила Высвобождается В жизнь Моих Братьев Визистер И Пусть Придет Мудрость Расплатиться С долгами Именем Иисуса Долги Будьте Оплачены И Будьте Покрыты И Будьте Аннулированы Во имя Иисуса Христа Мы Принимаем Силу Приобретать Богатство Чтобы Завет Был Исполнен И Мы Были Благословением Для Многих Чтобы Мы Были Богат На Всякое Доброе Дело Мы Принимаем Благословение Авраамова Чтобы Жить Под Открытым Небом Во имя Иисуса Христа Благодарим Тебя Господь Благодарим Тебя Господь Что Ты Тот Который Обеспечиваешь Нас И Деньги Приходят К нам Во имя Иисуса Христа Мы Не Будем Говорить Как Люди Этого Мира Денег Нет Денег Не Хватает Деньги Уходят Как Божий Народ Мы Будем Утверждать Мой Бог Восполнил Всякую Мою Нужду По Своему Богатому Славе Иисусом Христом Даровано Мне Все Потребное Для Жизни Благочестия Деньги Приходят Ко Мне Во Имя Иисуса Христа Аллелуя Благодарим Тебя Господь Благодарим Тебя Господь Благодарим Тебя Господь Я Я верю Что здесь Сила Исцеления Исцеляющая Божья Сила Течет Во Имя Иисуса Христа Исцеляющая Сила Бога Давайте Поднимем Свои Руки Скажем Господь Я принимаю Исцеление Моего Тела Ты Иегова Рафе Господь Целитель Мой Я благодарю Тебя За то Что Твоя Сила Исцеления Во Мне Она Течет В моем Теле Выметая Всякую Немощь И боль И Каждый Орган В моем Теле Здоров И Каждая Клетка В моем Теле Исцелена Во Иисуса Я Запрещаю Всякой Немощи Я Запрещаю Всякой Болезни Во Иисуса Христа О Господь Принимаем Сейчас Если у тебя Проблемы С позвоночником Если у тебя Боли В позвоночнике Какие-то Роды Болезни Поднимись В руку Сейчас Именем Иисуса Христа Позвоночник Я говорю Тебе Будь Исцелен Именем Иисуса Всякий Сколиоз И остеохондроз Я тебе Запрещаю Артрит И ревматизм Я тебе Запрещаю Каждый позвонок Диск Мышцы Сухожилия Будь Исцелены Будь Восстановлены Во имя Иисуса Христа Позвоночник Будь Исцелен И Восстановлен Во имя Иисуса Есть человек У которого Боль В локтевых Суставах В Суставах Локтей Боль Уходит Сейчас Во имя Иисуса Есть Человек У которого Боль В правой Нижней Части Живота Это Сейчас Уходит Во имя Иисуса Есть Человек У которого Боль В почках Какие-то Проблемы С почками Бог Исцеляет В Иисуса Христа Благодарим Тебя Господь Мы Это Принимаем От Тебя Просто Принимаем Божественную Исцеляющую Силу Во имя Иисуса Мы Так Благодарны Тебе Папочка Что Мы Не Сироты Мы В Царстве Божьем Мы В Доме Своего Отца Благодарим Тебя Что Ты Обеспечил У нас Что Мы Не Сироты Мы Не Нуждаемся Спасибо Тебе Господь Есть Человек У которого Боль В Области Печени И Также Желчной Колющая Боль Сейчас Это Уходит Твоим Иисуса Христа Это Уходит Твоим Иисуса Прямо Сейчас Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Иисус Мы Принимаем Тебя И Мы Так Благодарны Тебе Мы Твой Народ Мы Твои Дети Мы Твоя Семья Спасибо Тебе Иисус Аминь 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 Аллелуя Возлюбленный Желаю Больше Всего Чтобы Ты Был Здоровым И Преуспевал Во всем Аминь Субтитры